Здравствуйте, я Лилия, вы на канале «Любимые крестики». Сегодня я хочу всех вас поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в творчестве, в жизни, во всех делах, которые вы начинаете. И вот это время новогодних праздников – это время подведения итогов, строения планов, для того, чтобы понять, что было сделано, что еще надо сделать. И как раз об этом я бы хотела снять видео. Я не буду снимать отдельное видео об итогах года, ушедшего 2019 и планов на 2020 год. Это видео будет такое сборное, потому что об итогах, если мы говорим, да, то есть в рамках вышивального Ютуба, разговаривать об итогах практически не о чем, да. А если бы это было более такое открытое сообщество, да, то можно было бы, конечно, рассказать о большем. Этот год у меня был очень насыщенным в плане жизни, но слабенький на, скажем так, на какие-то рукодельные итоги. В принципе, я благодарна тому, что было в этом году, в прошедшем уже году. это дало такой толчок, да, для дальнейшего какого-то развития, для дальнейшего продвижения себя в плане… То есть мы всегда же тянемся, да, как растение к солнышку куда-то. Вот. То есть каждый прошедший год, он дает фундамент для того, чтобы нам подняться в своем развитии дальше. И этот год был в этом плане очень насыщенным для меня. У меня было очень много впечатлений положительных в этом году. Какие наиболее значимые, да, то есть наиболее значимые – это поездка в Москву с дочерью летом мы себе сделали. Мне удалось сделать такой небольшой мини-отпуск, это всего 4 дня, но эти дни мы провели с ребенком в столице. И это было замечательно, это были впечатления. Ездили мы туда не… То есть мы совместили, да, мини-отпуск совместили с ее экзаменом. Все прошло очень удачно, впечатление море. И, в принципе, нам такая идея понравилась – совмещать ее экзамены с какими-то поездками. Я надеюсь, что она и дальше будет изучать ту тему, которой она занимается. На данный момент она изучает языки, да, вот на данный момент это японский язык. И экзамен принимают в разных городах, да, то есть аккредитованные институты, там, от посольства Японии, там, не от посольства, фонд по изучению японского языка, там, то есть, да, то есть международный сертификат она получает, поднимает свой уровень. И так как данный экзамен происходит в разных городах, то есть у нас есть возможность, в принципе, совмещать вот ее учебу, да, то есть с поездками, такими мини-отпусками. И я надеюсь, что это продолжится в нашей жизни. Просто прям хочется, просто хочется, очень хочется. Я надеюсь, что это будет. Ладно, перейдем к вышивке. В принципе, я для себя сделала свой рукодельный блокнот, он такой жиденький, но я для себя отметила какие-то такие, ну, вот, что было сделано в девятнадцатом году. Про поездки я вам сказала, то есть поездка была не одна, поездок было несколько, это мои командировки, плюс поездки с дочерью на экзамены в разные города, это Москва и Казань. Вот, поэтому для меня это было значимо, да, поэтому даже в рукодельном блокноте я для себя это отметила. Ну, не знаю, как вы к этому отнесетесь, да, но, да, для меня это было волнительно. Вышитые работы. Вышитых работ у меня не так уж много, я всего четыре. Это маяк от Зим, это викторианский шарм, это небольшая мини-работа на Пасху, такой зайчик миниатюрный, и работа «Дом там, где сердце» от Панны. В принципе, из четырёх работ, внеплановая работа, у меня закончена одна, это «Дом там, где сердце». И была ещё, значит, одна работа, это «Веточка цедония триолис», и она у меня завершена уже в 2020 году. Вязание. Довязала снуды, варежки я себе поставила, да, в итоге. Я молодец. И, ну, рукотворчество, то есть это всё, что не вышивка и не вязание. То есть это всё, что мы делаем своими руками. И тут я так себе с восхитительным знаком написала, ко мне вернулась моя швейная машинка. Я сшила эко-сумку, она уже в использовании у моей младшей сестры. И, ну, в принципе, хочу продолжить вот этот момент, да, своего рукотворчества. Я бы хотела продолжить. Ну и начала закупку, так, ну, небольшую не сказать, что это прям закупка тканей. Это покупка пока тканей всевозможных для оформления, прикладного оформления своих вышивок. Сейчас я пока подбираю расцветочки, компаньоны. Это не специальные ткани для пэтчворка. Это ткани, хэбэшные ткани, которые продаются в магазинах, но имеют невероятные расцветки, да, и качество. Это ранфорс, поплин, бязь. В принципе, у меня рядом с домом есть огромнейший отдел с тканями изумительных расцветок, да, всевозможных новогодних, лэвновских. В принципе, их можно использовать для прикладного оформления своих вышивок. Поэтому вот такие итоги, да, то есть вкратце в 2 минуты я смогла изложить вам свои творческие итоги 2019 года. Ну и также я для себя отметила, с чем я вхожу в 2020 год, да, то есть что у меня вот на данный момент, ну, наиболее, скажем так, в каком-то процессе, ещё в процессе. Итак, это 8 начатых вышивок. Ну, уже 7, да, потому что одну я закончила. Это «Краски лета» от «Золотого руна», это «Орёл» от «Белоснежки», это «Петух» от «Дименшенс», «Зелёная деревенька» от «Доме», «Парусник» от «Лука-эс», «Сезонный примитив» я начала в декабре перед Новым годом, «Веточка цедония» от «Риолис» и «Девочка пин». То есть я себе, когда составляла вот этот списочек, да, начатых работ, то есть это 8 начатых работ, которые со мной перешли в 2020 год, и я себе отметила звёздочкой, какие из них я себе ставлю в план на завершение. Это «Орёл» от «Белоснежки», «Петух» от «Дименшенс», «Сезонный примитив», ну, он такой маленький, и он такой будет долгоиграющий, «Веточка цедонии». Цедония у меня уже закончена 1 января, я молодец. Даже это было в ночь с 1 на 2 января, да, то есть это уже результат 2020 года. В принципе, на данный момент у меня осталось 7 начатых работ. Ну и, соответственно, одна закончена, и ещё 3 в планах на завершение. Ну и рукодельные проекты, которые у меня начаты, и которые надо просто доделать. Это «Подушка зайка». Там осталось буквально немножечко задник довязать, пуговички пришить и сшить. Всё. Практически готовая работа, да, то есть утилитарная приятная вещь. Ну, она у меня уже вот столько времени лежит, и я её себе ставлю, да, то есть что вот она у меня есть, и мне её надо доделать. Так, что ещё? У меня есть пробковая доска и рамка. То есть их надо соединить. Надо рамку покрасить, пробковую доску надо под размер подогнать. Ну, то есть сделать такую, хочется вот сюда на стену. Это письменный стол маленький. Здесь ноутбук, мои письменные принадлежности. Здесь я обычно что-то ищу в интернете, да, то есть это вот такое место для записи, скажем так. С этой стороны у меня стоит стол, который раскладывается, да, стол-тумба, на котором, в принципе, уже происходит основной процесс творчества. Здесь как бы планируется творчество. И вот сюда, вот на эту стену, я хочу вот такую пробковую доску сделать, для того, чтобы была возможность, да, где-то что-то, какие-то картиночки, да, то есть какую-то визуализацию, как раз-таки своим проектом мне хочется сделать, для того, чтобы они у меня всегда были наглядно видны, чтобы я могла в любой момент вот так вот глянуть. Вот у меня есть там время, да, вот мне надо доделать. Мне это надо сделать, доделать, продвинуть. Вот такую доску я хочу себе сделать. И есть у меня такой джемперочек, который я вам показывала в прошлом году, в это же время, да, что он у меня не довязан, мне осталось его соединить и сделать обвязку. Всё. Но даже до этого у меня пока руки не дошли, и я его ставлю себе, вот, что да, этот проект у меня есть. Возможно, у меня есть ещё какие-то проекты, да, по рукотворчеству, но они в настолько зачаточном состоянии, да, что они для того, чтобы их сделать, то есть надо что-то докупить, что-то там ещё какие-то манипуляции делать. Здесь именно то, что уже вот всё готово, всё собрано, вот, ну, то есть всё есть, осталось только доделать. Вот, то есть это вот, с этим я вхожу в 20-й год. Ну, в принципе, я считаю, не так много, да, могло бы быть и больше, в принципе, по сути. И здесь я, следующая страничка моего блокнота, я перечислила все наборы, которые у меня есть для вышивки. Я их пока насчитала 11, возможно, их может быть и больше, потому что я кое-что начала перевозиться с другой квартиры сюда, да, какие-то там для рукоделия, вот, всё, что я там покупала когда-то, там куча аксессуаров, ну, прочее. И я нашла ещё один наборчик, поэтому на данный момент у меня 3, 4, 5, 11 наборов для вышивания, не тронутых, не начатых, абсолютно 11. Там несколько из них прям миниатюрки, некоторые из них реально большие, хорошие, как говорится, прям полноценные. Один из них, вот, даже не знаю, буду ли я его вообще вышивать, вот сейчас стоит у меня вопрос от, ну, о необходимости вообще нахождения этого набора в моих запасах. Вот, это то, что касается, да, то, с чем я вошла в 20-й год. Планов как таковых я составлять не буду. В принципе, изначально первое видео, которое я снимала на эту тему сегодня, это тег от Наташи Forever Love. Я его увидела в исполнении Алены Родиной, и мне показалось, он немножечко перекликается с тем, что я хотела бы вам рассказать в плане вот итоги плана, что всё это вместе в куче. Но соседи начали делать ремонт, соответственно, отвлекли и так далее. И я сейчас перечитываю, я понимаю, что немножечко не моя компоновка, да, поэтому я решила, что я сниму, как бы, от себя тяну. И в этом теге есть один хороший вопрос. Я буду просто выдергивать из контекста вот этого тега вопросы, и о них рассказывать то, что у меня нашло отклик, да. Довольны ли вы своей системой планирования, а следовательно и итогами, или что-то нужно менять. Вот этот вопрос, да, он как раз меня зацепил первого-второго числа. Первого числа я, скажем так, это был такой расслабляющий день, когда ты понимаешь, что вообще ничего, вообще ничего не надо, магазины все закрыты, да, то есть продукты все куплены, всё, то есть, и я просто пока вышивала, то есть размышляла вообще, вот, а что следующее я буду вышивать, и как-то, и вообще как раз размышляла о том, как я буду, ну, на чем я буду строить вот данное видео, на каких тезисах, да, я бы его хотела построить, и вот как раз пришло понимание, что это не будет отдельного видео об итогах и планах, что это будет одно общее видео. Вот, и вчера я вот как раз начала составлять вот себе такой, ну, подводить какие-то итоги, и система планирования, которая существует у меня на данный момент в моем рукодельном блатнате, и вообще система организации, да, моего рукоделия, она такая хаотичная, очень хаотичная, даже несмотря на то, что я в творчестве, придерживаюсь свободы и такого мнения, что должна быть свобода, свобода выбора, в первую очередь, чем заниматься, и когда этим заниматься, но все равно требуется какая-то систематизация. я козерожка, я люблю систематизацию, прошу прощения, я люблю систематизацию, и поэтому я стала, ну, я смотрю, как девочки ведут свои блокноты, да, то есть мне, в принципе, не подходит, в общем, я попыталась найти, по-моему, у Марины, у Маринки прок, там еще кто-то там про блокнотики рукодельные рассказывал, ну, в общем, а мне стали на Ютубе выходить в рекомендованном введении ежедневников и планеров по системе Bullet Journal. Меня зацепило, в каком плане, я подумала, о, вот, мне такое надо и для жизни, и для работы, но я посмотрела, как он ведется, сколько времени тратится вообще на его ведение этого журнала, то есть сам журнал, вот этот Bullet Journal, он занимает его ведение, его компоновка, да, то есть вот, прежде чем туда какие-то планы вписать, ты должен там дня два, просто его чертить, поэтому я пока от этой системы, наверное, отказалась, я пока не в полной мере ее изучила, данную систему планирования, но кое-какие идеи я вот решила для себя подчеркнуть, и она стала, я поняла, что она перекликается как раз с тем, что я начала делать, там так называемые коллекции и прочее, то есть я понимаю сейчас, что да, я хотела бы систематизировать, не планировать, свое рукоделие, а систематизировать, то есть систематизировать хранение материалов, систематизировать покупку материалов, то есть иметь какие-то реальные представления о том, что мне нужно, да, реальное представление о том, что у меня уже есть, в общем, вот такие вещи, то есть какие-то трекеры, чек-листы, сколько дней я вышиваю, вот такие вещи просто для себя, то есть это малая часть из Bullet Journal, и в принципе она меня вот именно на данный момент устраивает, поэтому сейчас вот время, как раз, да, начало года, я сейчас пытаюсь для себя придумать вот эту систему, систему систематизации моего творчества, вот таким вот образом, да, очень интересно, да, ну, в плане того, что должна быть какая-то наглядность, да, да, и понимание, вот, поэтому вот сейчас на данный момент, да, я считаю, что система планирования требует в моем случае полного, полнейшего обновления, так, на какой вопрос еще мне прям так хотелось ответить, есть ли место спонтанным стартом, незапланированным процессом или строго по плану? Нет, в смысле нет, не строго по плану, и да, есть место незапланированным и спонтанным стартом, дело в том, что это внутреннее ощущение, да, то есть человека, то есть сам человек для себя принимает решение, как ему комфортно заниматься своим творчеством, и я не придерживаюсь мнения, что, ах, вы в прошлом году запланировали вышить 100 наборов, а вышли всего 99, и зачем надо было снимать это видео о планах? Нет, не так, человек для себя просто ставит какой-то план, кто-то ставит как цель, да, составляет план как цель, к которой он движется, чем ближе человек приблизился к этой цели, тем больше он, возможно, внутренне себя хорошо чувствует, поэтому, да, это планы в рукоделии, это, знаете, как направление, это как вектор, да, куда человек будет двигаться, и поэтому есть план, хорошо, то есть мы какое-то направление видим, когда происходят спонтанные начинания и старты, это значит, что у человека был эмоциональный какой-то порыв, эмоции — это всегда хорошо, эмоции — это, это, как говорится, это значит, что мы живы, то есть пока мы что-то чувствуем, это значит, что мы живы, когда мы перестанем вот ощущать вот это вот, эмоциональные какие-то всплески, хоть положительные, хоть негативные, это значит, что всё, душа мертва, да, то есть у нас нет эмоций, поэтому любые эмоции — это хорошо, это значит, что мы живы, значит, что мы к чему-то куда-то двигаемся, да, то есть это какой-то момент для того, чтобы переосмыслить всё, что у нас происходит, поэтому спонтанным стартом всегда да, и строго по плану нет, 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 не строго по плану, потому что это можно загнаться до жуткой депрессии, скажем так. Ещё хороший вот вопрос. Планировали ли вы что-либо помимо процессов вышивки, участия в СП, играх, покупке, уборка рукодельного уголка, расхомячка и прочее? Каковы итоги? Ну, как такового, наверное, плана не было, да, было желание всё это сделать, но в плане я себе это не вписывала. И в данном случае просто хочу сказать, что ну, уже вот вляпываюсь я в эти ВСП и игры, я ну, в том плане, что да, реально вляпываюсь, просто потому что ну, не рассчитываю я свои силы. На данный момент, к сожалению, нет, нет у меня столько времени, да, для того, чтобы участвовать во всём этом, поэтому игры СП нет. Покупки, да, были в планах у меня покупки, были в планах у меня покупки, но ни один пункт не был выполнен, поэтому у меня соседи просто издеваются над нами, вот в планах были покупки, и ни один из пунктов этого плана не осуществился, поэтому на этот год я себе запланировала, то есть это тысяча рублей в месяц, я трачу на своё рукоделие. То есть, если я за месяц не потратила ни одного рубля, то есть эта тысяча переходит в следующий месяц, да, то есть эта сумма может накопиться к концу года, я опять могу не выполнить этот пункт, это будет накопление, ну, там, ежеведневное накопление. То есть, вот я себе такой план поставила, поэтому вот на данный момент тысяча рублей в месяц я себе ставлю планочку, то есть и мы будем, то есть я буду считать, смотреть. Я прошу прощения, всё видео, скорее всего, будет прерывистым, потому что соседи у нас, начиная с 31 декабря, с 10 вечера, сверлят просто без остановки, это просто уже что-то невыносимое, была какая-то передышка, я думала, я сейчас видео досниму, нет, не получается нормально снять видео, к сожалению, с их дрелями, да, дрелями, вот, поэтому мы остановились на покупках, да, то есть вот такая система планирования покупок, именно как бюджетная составляющая, вот, это да, то есть я в этом году буду это планирую это сделать, бюджет на рукоделие, уборка рукодельного уголка, расхомячки и прочее, да, у меня были планы в прошлом году это сделать, но если посмотреть, просто открыть вот полки с рукоделием, это вот так вот всё, потому что я вижу какой-то сюжет, вот, у меня очень часто бывает, да, я вижу какой-то сюжет, я смотрю, там, какие составляющие, я тут же достаю всё вот так вот из своего шкафа, начинаю перебирать, вот это есть, этого нет, и как-то оно всё вот так вот так вот так, потом я перегораю этим сюжетом, надо же убраться, обратно это вот так вот всё складывается, вот, поэтому именно вот эта новая система, систематизации, я её прям так и буду называть, система систематизации рукоделия, прям, мне понравилось, да, словосочетание системы систематизации, вот как раз я и хочу привести всё в порядок, то есть, чтобы это были чек-листы и трекеры, вот этот план, да, на этот год будет такой, вот, расхомячки и прочее, расхомячивать мне уже просто нечего, вот, у меня реально уже осталось, ну, просто то, что вот осталось там, да, то есть, в своё время была у меня несколько лет назад огромная расхомячка, когда я распродала все наборы золотого, груно там, ну, Риолиса, и один набор случайно у меня остался от Риолиса, как раз подушка, и я не знаю, я на неё смотрю и думаю, буду я её вышивать, не буду, то есть, вот, в принципе, остались только те наборы, которые мне приносят какую-то, да, радость от того, что они у меня есть, я их когда-нибудь начну, поэтому, итоги нулевые, да, за прошедший год, но на этот год я это как бы запланирую, ну вот, наверное, вот такое короткое, как никогда, видео у меня получилось, да, о планах и итогах и о моих ощущениях вот от этого переходного состояния из старого года в Новый год я вам рассказала и хочу ещё раз вам пожелать всего самого-самого-самого душевного, всего самого-самого-самого радостного, чтобы в жизни даже как... чтобы в жизни каждый момент вас радовал, чтобы каждый момент был для вас счастливым, чтобы каждый шаг был для вас ступенькой к успеху. мы, наверное, очень часто желаем то, что самим другим, да, от своих ощущений, поэтому я как бы от себя, от своих ощущений желаю всего самого-самого-самого-наилучшего и самое главное здоровья вам, вашим близким, вашим детям. Это самое главное, чтобы наши дети, да, наши близкие были здоровы. Всего вам и лучшего. Пока-пока. Надеюсь, увидимся в следующих видео.